Я вспоминаю 1965 год. Примерно это же самое время, это где-то май месяц, я познакомился с Градским Сашей. Я его старше на годик, так что он тогда был еще совсем юный, как и я. Я в то время играл в эстрадно-джазовом оркестре в самодеятельности. Есть такой клуб Горбунова на метро Киевской, метро Киевская рядом. Он, похоже, что он сейчас до сих пор сохранился. Четырехэтажный такой небольшой клуб. Вот я там пришел туда по просьбе моего старшего товарища, друга, саксофониста Виталия Шиманкова. Мы вместе учились в авиационном техникуме. Вот. А этим коллективом руководил в то время довольно известный человек. Он был волторнистом в оркестре радио и телевидения Юрия Силантьева. Вот. Звали его Гранд Месян. Вот я к нему пришел. Сначала первый месяц он мне дал контрабас. Не было контрабасиста. Вот. Я набил такие мозоли кровавые, целый месяц, значит, играл. А потом, к моему счастью, в армию забрали пианиста. И он меня попросил на фоно. А я очень увлекался в то время джазовой музыкой. Битлз слышал, но я, поскольку джазовая музыка, она мне больше нравилась, импровизацией, гармониями, я не очень-то сразу Битлз вот так вот прямо услышал и побежал, и полетел сразу все с головой. Нет. Я довольно серьезно занимался джазовой музыкой. Вот. И я выучил всю программу джазовую, которую играл этот оркестр. Там были все пьесы Глена Миллера. Мне это очень нравилось. Вот. Четаного, Чучу и все-все вот такое. И я регулярно ходил на репетиции в этот коллектив. И как-то вижу, на лестничной площадке несут громадный шкаф такой. Несет парень на ремнях. Я думал, что это мебельщики несут мебель. Потом я пригляделся, посмотрел там ткань и понял, что это динамички там такие маленькие. Их там штук пятьдесят было. Вот. Вот это и был Саша Градский. Но я тогда еще с ним не был знаком. И вот в мае уже заканчивались там занятия. Я летом уже туда не ходил. А в мае он ко мне сам подошел. Рядом с клубом была встреча. Говорит, как сейчас помню. Он говорит, старик, ты не хотел бы ко мне в ансамбль басистом? Я говорю, я уже басистом буду. Нет, на бас-гитаре. Мы тебе сделаем бас-гитару профессиональную. Там все такое. Я говорю, Саша, я говорю, я это самое, как-то, ну, джаз меня больше волнует. Я не знаю, я не уверен. Ну, пойдем, говорит, все равно попробуем. Так вот, нарочито ко мне подошел. И мы поднялись, значит, наверх туда, там, где мы репетируем обычно. Я сел за рояль. Ну, я какие-то песни знал, но не на гитаре. Я гитару тогда не любил вообще. Вот тоже из-за вот этой, из-за этих струн. У нас же не было инструментов в то время. Ни аппаратуры не было. Ничего не продавалось толком. Вот, если взять электрогитару, там легко зажимается. А мы, я пробовал там на даче у себя гитары, там, мебельного производства какого-то. Ну, что, там струну не зажмешь, палец порежешь. Вот. И, значит, вот мы с ним там начали петь. И вот, как сейчас вспоминаю, я, значит, can't buy me love, я в ля-мажоре. Can't buy me love. Вот. Он говорит, мне это низко. Ну, я поднял си-мажор. Can't buy me love. Нет, это мне все равно низко. И в до-мажоре, и в до-мажоре я с ним запел. Я, конечно, мы так попели несколько раз. Получалось хорошо, я как сейчас помню, громко, хорошо, все. Но у меня голос подсел, потому что я все-таки баритон, а не тенор. Вот. И у Саши, конечно, тоже глотка такая, она помощнее. Вот. И поэтому, я, значит, вот так вот мы порепетировали, и на то мы разошлись. Больше я с ним и не встречался. Нет, встречался там потом еще на фирме «Мелодия» как-то один раз было дело. Ну, он меня и не узнал. Сидел вот так рядом со мной. Я на него так поглядывал. А он о своем там что-то рассказывает, о своем любимом. О себе любимом. Вот. Ну, вот такие вот я вспоминаю дела. Вот. А потом я, значит, достал саксофон. Начал летом уже заниматься плотно на саксофоне. Мне повезло, что рядом с дачей была воинская часть. Там меня солдаты услышали, как я на кларнете играю. И, значит, предложили в свой оркестр. Я тогда был, ну, совсем еще юным. Мне было все интересно. И вот мы с ними выступали, подружились. Вот они мне, значит, письма присылали, когда меня не было на даче. В общем, вот такая дружба была. Вот. И что я могу сказать? Вот. Кто занимался, кто создавал эти ансамбли тогда? В основном старшеклассники, школьники, студенты институтов. Но не было аппаратуры, не было гитар, не на чем было играть. Вот что самое главное. Была проблема с этим, великая проблема. Насколько я знаю, первый ансамбль, который у нас был создан по типу вокально-инструментального ансамбля, это был поющий гитарой. Официально он в 68... Ой, что я говорю? В 66-м году он официально был зарегистрирован. Руководитель Анатолий Васильев, это гитарист из ансамбля Броневицкого. Ленинградский тоже ансамбль, где Пьеха, там вот все вот это. А значит, второй коллектив был в Молдавии, назывался он Нарок. И вот, значит, таким образом у нас... А Битлз выпустили свой альбом в 63-м году. Представляете, какая разница? Вот сколько лет прошло, пока у нас очухались и вот что-то такое начали делать. Вот. Ну и дальше, значит, пошло. Я вот помню, где-то в 66-м году я решил сам сделать себе гитару самодельную. Смешно, конечно, но а что делать? Ни у кого... Мы студенты были, во-первых, гитара была дорогая, купить... И потом их и не было в продаже, они значительно позже появились. Я помню, где-то, наверное, только в 68-м году мы купили уже фирменные гитары, там какой-то усилитель в магазине на Неглиной в Москве. А так ничего не было. Но вот эта вот массовая культура настолько получила яркое развитие. Повсюду, в школах, в ПТУ, я не знаю, там, повсюду, на предприятиях, на заводах, там, появлялись мастера, которые паяли усилители, несли с завода всякие радиодетали, там, снимали динамики откуда-то, откручивали, я не знаю, кенаповские тогда динамики, насколько я помню. Усилители были, УПМ, что ли, они назывались, как-то так, я уже, может быть, не помню точно. Вот. И провода, лампы, всё это вот крутилось, вертелось. Энтузиазм страшный был. То есть ребята, молодёжь буквально организовывали, как грибы, это росло по всей стране. Вот. А в филармониях, конечно, очень придирчиво смотрели, вот, были повсюду в филармониях художественные советы. И в концертных организациях. Везде художественный совет. Старые перцы. Сидят там, друзья композиторов, из союза композиторов, там, знакомые. И им, вроде бы, они понимали, что это нельзя тормозить, этот процесс. А с другой стороны, всё время лезли со своими пятью копейками, понимаете. Вот эту песню нельзя исполнять. Вот это нельзя. На английском языке нельзя. А вот как ты стоишь на сцене, а почему у тебя такой костюм? Нельзя такие костюмы перешить или там вообще убрать. Вот это вот всё, ну, понимаете, у нас, разве у нас что-то сегодня изменилось? Вот я хочу сказать. У нас ведь сегодня ничего не изменилось. У нас ментальность такая в стране, она обречена именно на это. У нас свободы творчества нет. Потому что у нас инициатива всегда наказуема. Ну, вот на этом разрешите закончить сегодняшнюю лекцию. Если так можно выразиться. Вот, я желаю всем добра, удачи, творчества, здоровья. Смотрите мой журнал, подписывайтесь на страницы в ютубе. И не забывайте лайк, лайк, одобрение. Ну, спасибо. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...